Мы сегодняшнюю нашу видеопрограмму начнем с видео, которое называется Невиновного в педофилии следствия ведут шлюха Так Причем это видео с канала Камикадзе Ди То есть что-то, что-то, видимо, совсем плохо стало с нашим Камикадзе Еще раз, еще раз название видео Невиновного в педофилы следствия ведет шлюха Очень-очень содержательное название Так, давайте же посмотрим, что нам поведает Камикадзе Твой друг, спасибо Фонтан Керу за то, что подняла тему про следователя 23-летнего Вот эта красавица, будет еще больше фотографий Зовут ее Анастасия Корниенко, она уже не работает следователем Сейчас она в помощники прокурора устроилась Почитайте подобную статью о том, как она давит на свидетелей Ее специализация давить на детей Чтобы дети, оговаривали взрослых, обвиняли их в педофилии Для этой шмары главное Ну, не знаю, судя по ее возрасту Может быть, ее саму в детстве там что-то с ней сделали нехорошее Вообще, вот эта история с 20-летней помощницей прокурора Мне напоминает то, как я много-много лет назад ходил в россиянский суд Улаживать один, значит, имущественный там спор Я такой захожу Там какой-то кабинет заваленный папками с бумагами И там какая-то молоденькая девочка лет 17 что-то там делает Но я так понял, это какая-то студентка юрфака, наверное, практику проходит Или еще что-то И я к ней подхожу и говорю Девочка, а как бы мне вот нужна судья такая-то Как бы мне ее найти? И эта девочка, значит, поднимает на меня глаза и говорит Я судья! Я такая немая пауза Потому что я-то думал, что это шутка А потом выяснилось, что нет, это на самом деле и есть судья Вот Я смотрю на эту девочку, которая ниже меня даже оказалась И я такой думаю, типа, ну Видимо, она пошутила или что-то такое Но нет, это действительно была судья Повторюсь, на вид ей было лет 17 Вот То есть я вообще не понимаю, как в таком возрасте можно В таком возрасте, по-моему, в школе еще учиться То есть Ну или только-только заканчивают школу А она уже судья То есть когда она успела юрфак Окончить и, типа Я не понимаю, честно, как это в России работает Потому что, вот, серьезно, как-то очень странная какая-то история Причем я помню, что Я даже в интернете спорил с каким-то тоже студентом юрфака И он говорил, что, типа, да нет, да в России Как бы нету женщин-судей, женщин-прокуроров Да, это все пиздеж Я не знаю, опять-таки, почему он отставил именно такую позицию Потому что, ну, это чисто туфта какая-то Потому что, ну, по статистике, наоборот, очень много женщин То есть даже можно посмотреть какие-нибудь Вот криминальные хроники в России И там постоянно очень много женщин-судей И женщин, которые в прокуратуре работают То есть, я даже не знаю Я не занимался там исследованием на тему, какой процент Но, по-моему, достаточно солидный Вот, поэтому, в принципе, да, я бы удивился, что какая-то 20-летняя ТПшка Она может там занимать позицию помощника прокурора Там, или следователя, или еще что-то Но нет, в России это, в принципе, возможно все То есть, как бы, Россия это страна возможностей В России не все так плохо с сексизмом, как нас пытаются убедить какие-то радикальные феминистки Потому что вот даже Даже совсем юная особа Может сделать неплохую карьеру Я не знаю Может быть, это как-то Опять-таки, злые языки что скажут? Злые языки скажут, что это связано как-то с интимной жизнью Да, что вот, типа Если ты родилась Ну, точнее, не родилась, наверное А если ты В какой-то момент сформировалась Как сексуально привлекательная молодая девушка И ты вовремя отсосала правильному человеку Не один раз Ну, то есть, естественно, я сейчас ни на что не намекаю Да, я не говорю о каких-то конкретных ситуациях Потому что, скорее всего, то, что говорит Камикадзе Ди Конкретно про данную девушку Это ложь и клевета Еще раз хочу сказать, что я сейчас ни на что не намекаю Естественно, да И я, естественно, осуждаю риторику Камикадзе Ди Вот, как человека, прежде всего, сумасшедшего Да, и, конечно Вот эта его попытка стигматизации Честных сотрудников и сотрудниц российской юстиции Это все неправильно Мы все это осуждаем Но, но, вместе с тем, конечно же, злые языки Не в отношении данной конкретной помощницы прокурора А в принципе, они могут сказать Что молодые ТП-шки без интеллекта, без образования Они могут сделать неплохую карьеру В том числе в органах юстиции Если они сосут правильному человеку Вот, либо являются родственницей Это тоже возможно И еще раз повторюсь Мы осуждаем риторику Камикадзе Ди Сейчас он будет нести клевету, конечно И пытаться будет опорочить честь честных сотрудников Не знаю, является ли это тавтологией Ну, в общем Раскрытое дело И не важно, как оно будет раскрыто Правильно, неправильно Будут соглашаться средители давать показания Нет, она Я когда увидел название ролика Невиновного в педофилы Я решил, что это будет ролик про Михаила Светова Запугает детей Она будет объяснять взрослым Что все равно вас осудят Поэтому давайте поменяем ваш СИЗО Срок пребывания на домашний арест А вы признаете свою вину Обязательно подробно ознакомьтесь Чтобы я тут не рассыпался в ругательствах Подождите, а в России Домашняя ареста педофилии, что ли? Потому что я не удержусь Я не удержусь Причем девочка любит тусить Почему же ты не расскажешь своим... Ну, опять-таки, девочка любит тусить И что? И что? Что в этом плохого? Что сотрудники органов юстиции Не имеют права на отдых, что ли? Что? Девочка любит тусить Ну, вот он нашел ее какие-то фотографии В социальных сетях, где она позирует Ну и что? Друзья! Как ты оговариваешь невиновного человека В педофилии! Шмара! Не богдас... Не одобряем Царям другая Анастасия Корниенко в августе Уволилась из Следственного комитета И заняла должность помощника прокурора Это, кстати, похоже на формат этого Похитителя ароматов Потому что, ну, только геи Они могут вот так хуесосить женщин Типа, как, знаешь, вот как будто такая Какая-то сервозная подруга такая у тебя есть И она на тебя там кричит Типа, шлюха! Шлюха! Шмара! Вот, поэтому, конечно, Камикадзе Ди Он сейчас прежде всего палит Даже не свое отношение к российской власти Оно-то, в общем-то, более-менее понятно А он палит, скорее, свою сексуальную ориентацию Когда он вот так реагирует на фотографии девушек В социальных сетях Которые там на яхте где-то позируют Или еще что-то То есть это прежде всего зависть Да, почему? Потому что ее мальчики взяли на яхте покататься И на дорогом автомобиле И в хороший клуб А Камикадзе Ди мальчики туда не взяли Видите, в чем дело То есть кому-то достается все А кому-то ничего Кого-то мальчики не зовут на яхту кататься Центрального района Петербурга По надзору за предварительным следствием Ты проф непригодна И тот, у кого ты сосешь Должен быть в курсе Ну, слушайте Надо конкретные факты приводить Какие-то, то есть А что она проф непригодна Может быть она смазливая Но при этом дико умная То есть, типа, вообще там Интеллект Гений Гений юстиции Правовед прирожденный Сосать одно А допускать тебя к Второй Томас Мор Сосать одно Ну вот опять начинается Типа Женщины, они плохие Потому что они сосут Ну да, конечно Ты мог бы отсосать намного лучше Но позвали не тебя А позвали ее Это зависть Это зависть Судебным разбирательством И следствием Совершенно другое Ребят, на последних четырех роликах Страшное творится Совпадает это с датой Вступления в силу закона Вместе с тем Если имеют место, конечно Какие-то злоупотребления И неправомочные попытки Осудить кого-то невиновного Мы это тоже не обсуждаем Мы это осуждаем Но Камикадзе не приводит конкретных фактов Он просто увидел фотографии С мазливой девушки В социальных сетях И начал ее хуесосить Типа О, курва какая Да, значит Проститутка То есть у него реакция Как у бабушки Которая у подъезда сидит И мимо нее постоянно ходят Какие-то люди И в основном это шлюхи И наркоманы В поверенном интернете Срезаются просмотры Уже не в два раза А в три Иногда Да, да, да В три раза Слушайте У него У Камикадзе Срезают просмотры В три раза А с моих Тревел блоков Срезают просмотры В 10 раз В 10 раз срезают просмотры вот посмотрите сколько просмотров на моих видео с хованским и сравните это с тем сколько просмотров на моих тревел блогах а почему все не потому что хуёво снято да не потому что блять человек скорее себе глаза выколет иголкой ржавый чем будет смотреть мои тревел блоги где все шатается и человека может сблевать просто на клавиатуру из за того что ужасная операторская работа нет нет не не поэтому а потому что youtube срезает просмотры с моих тревел блогов в 10 раз как минимум даже до 200 тысяч просмотров не доходит до дома мои тревел блоги они тоже не доходят почему-то до просмотров в 200 тысяч я тоже вот совершенно не понимаю вообще с чем это связано я нахожу этому только одно объяснение youtube скручивает мне просмотр с моих тревел блогов это не значит что реальное количество просмотров таковой нет гораздо больше людей посмотрела просто в тренды конечно мои тревел блоги смотрят гораздо большее количество людей но вот youtube скручивает просмотры и не выводит мои тревел блоги в тренды это возмутительно прошу ивангая записать видео в поддержку вам смешно а мне не смешно не дают вылезти чтобы увеличивать аудиторию поэтому я вас прошу оставлять как можно больше комментариев проверять подписку на канал они отписываться ли куда ожесточен вот человек в чате пишет еже ваши тревел блоги говно опять таки почему он пишет он пишет это потому что он посмотрел мои тревел блоги и понял что они говно он посмотрел их понимаете прежде чем понять что мои тревел блоги говно он их посмотрел но youtube скрутил мне просмотры youtube скрутил мне просмотры не я чтобы срезать показатели но и вообще распространяете материалы показываете то знакомому друзьям спасайте канал ребята потому что россия в информ да спасайте мой канал у меня на основном канале как бы всего всего 33 три тысячи подписчиков было как бы спасибо рудобу он разоблачение выпустил ко мне еще полторы тысячи подписалась как бы а так вообще я даже не знаю что бы я делал без разоблачений то есть спасайте канал прошу ивангая записать видео прошу рудобу выпустить еще одно разоблачение как бы господа надо спасать канал нужно чтобы людей больше подписывалось моционной блокаде а 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 Продолжение следует...